Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Сергея Фургала с постах губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Тем же указом президент назначил временно исполняющим обязанности главы региона депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева. Михаил Ильич, есть для вас работа. Очень ответственная работа. Очень важная. И, конечно, очень нужная стране, имея в виду регион, который я хочу предложить вам возглавить. Хабаровский край. Михаил Ильич, это работа в прямом смысле этого слова в интересах людей. Хабаровский край – один из крупнейших субъектов Российской Федерации с очень мощным промышленным потенциалом. С самобытной культурой, с очень талантливыми, деятельными людьми. Это, безусловно, потребует от вас полной отдачи сил и демонстрации всех ваших навыков, способностей и талантов. Вопрос. Готовы вы к такой работе? Уважаемый Владимир Владимирович, я готов. Благодарю вас за доверие, оказанное мне. Я готов немедленно вылететь в Хабаровский край. Ну что ж, кто же такой Михаил Дегтярев? Он родился 10 июля 1981 года в Куйбышеве, ныне Самара, в семье врачей. Его политическая карьера началась в 20-летнем возрасте, когда он вступил в молодежное движение «Идущие вместе». Затем вступил в партию «Единая Россия», а в 2004 году стал депутатом Самарской городской думы. Спустя год он стал членом ЛДПР и в 2011 году был избран депутатом от этой партии в Государственную думу 6-го созыва. Причем не просто рядовым парламентарием, а сразу с заместителем председателя комитета по науке и наукоемким технологиям. В последнее время занимал пост руководителя комитета Госдумы по спорту и делам молодежи. Дегтярев дважды принимал участие в выборах мэра Москвы. У него четыре высших образования. Закончил Самарский государственный аэрокосмический университет имени Академика Королева. Получил специальности инженера, менеджера и переводчика. Позже окончил факультет современного права в Институте мировых цивилизаций по специальности юриспруденция. Выпускник программы подготовки кадрового управленческого резерва Государственной службы РАНХИКС, или, как ее еще называют, школы губернаторов, мастер спорта по фехтованию. Ну а после назначения на новую должность Михаил Дегтярев обратился к главе государства с просьбой дать поручение правительству России поддержать правительство Хабаровского края в этот непростой период. В том числе в вопросах уточнения национальных проектов по трем направлениям. Экономический рост, человеческий капитал, комфортная среда. В РИО пообещал изучить обстановку в крае и сделать доклад о состоянии дел Владимиру Путину через месяц. Сегодня утром Михаил Дегтярев прибыл в Хабаровск. Сегодня будем знакомиться с краевым правительством, с представителями федеральных органов исполнительной власти на местах и обязательно заслушаем отчет о состоянии дел по распространению коронавирусной инфекции. Есть тревожные сигналы, есть опасения, что пандемия в Хабаровском крае может в очередной раз продемонстрировать свою агрессию. Я хотел бы призвать всех соблюдать социальную дистанцию. Вирус очень коварный, он очень контагиозный, передается мгновенно. И лично я из своей записной книжки уже потерял 10 человек. Это и простые люди, это и высокопоставленные люди. Он никого не щадит, ни министров, ни губернаторов, ни простых людей. Поэтому берегите себя, я обращаюсь ко всем. Мы с Владимиром Владимировичем Путиным обсудили первоочередные задачи. Через месяц президент ждет меня с докладом о состоянии дел в Хабаровском крае, в первую очередь в экономике и по нацпроектам. Вы знаете, что президент поручил правительству уточнить национальные проекты. И моя задача, как временно исполняющего обязанности губернатора, во-первых, сохранить все те ресурсы, которые заложены для хабаровчан и Хабаровского края, и приумножить по отдельным статьям. Поэтому очень напряженная работа. Планирую по региону передвигаться динамично, встречаться с людьми, бывать на предприятиях. Ну а сам край, безусловно, это большой, где живут очень хорошие люди, свободные люди, законопослушные люди. И я хочу, чтобы у нас было полное взаимопонимание со всеми жителями Хабаровского края. И признаюсь в любви ко всем хабаровчанам. Я был в Хабаровске много раз. Последний раз это был 2019 год. Вместе с министром спорта мы осматривали спортивные объекты. Были на матчах хоккейного клуба «Амур». Были на русском бенде, на русском хоккее. На турнире на приз губернатора. Вместе с Сергеем Ивановичем Кургалом. И могу сказать, что регион, конечно, с точки зрения развития спортивной инфраструктуры, хорошо смотрится на фоне других, но есть к чему стремиться. Будем работать по всем направлениям. Я могу пообещать всем хабаровчанам, что никакого десанта в «Арягах» в Хабаровский край не будет. Я сам человек из региона и понимаю, как болезненно относятся к этой проблеме. Но ближайшие 4-5 человек, как и положено руководителю, конечно, со мной край прибудут и будут работать. Президент дал четкие указания. Лично я президентом назначен, временно исполняющим обязанности, чтобы региональная экономика ритмично работала, чтобы региональное правительство ритмично работало, и чтобы вся социальная помощь, которая государством должна оказываться народу Хабаровского края, точно и в срок поступала. Чтобы все функционировало. Никаких здесь политических, геополитических задач передо мной не стоит. Сегодня должна была состояться пресс-конференция в Рио-губернаторах Хабаровского края Михаила Дегтярева, однако она перенесена. По сообщению пресс-службы губернатора и правительства края, в связи с большим количеством заявок и со сложной эпидемической ситуацией, в условиях пандемии коронавируса принято решение пересмотреть формат встречи с журналистами. Хочется, чтобы все-таки та самая встреча состоялась. Надеюсь, что Михаил Владимирович будет открыт для общения, и очень хочется увидеть его в нашей студии в том числе. Но знакомство Михаила Дегтярева с правительством региона и представителями муниципальной власти все-таки состоялось. Наша служба такая, что если мы не будем помогать друг другу, то ничего у нас не получится. Обязательно буду помогать всем, все то, что знаю, всем тем, чем обладаю. Обязательно будем помогать нашему новому временно исполняющему обязанности. Самое главное – организаторские навыки работы. Он в политике, он все-таки депутат Государственной Думы до последнего времени был. А это очень… он в своем регионе работал. И сегодня одна задача – работать всем, без исключения. Назначение в Рио, безусловно, главное событие последних дней для Хабаровского края. Мы попросили это событие прокомментировать наших экспертов, представителей общественных организаций. Назначение уже в Рио губернатора Хабаровского края внесет как раз стабильность, наверное, да? Любой губернатор, любого субъекта – это своего рода гарант спокойствия, стабильности, безопасности. Это гарант того, что экономика будет развиваться, что и гарант развития вопросов социального характера, культурного. Президент Российской Федерации услышал потребность людей, хотя люди просили еще, чтобы был дальневосточник. Но, по крайней мере, точно не из партии «Единая Россия». И как раз Михаил Владимирович – представитель партии ЛДПР. Поэтому это тоже определенный, может быть, такой момент, который понравится тем людям, которые были не согласны с предыдущими решениями. Президент конкретно сказал, что поддержка краю будет, она была и будет продолжаться. Для нас, пожалуй, это самое главное. Дело в том, что мы дальневосточники и жители Хабаровского края, мы особые люди. Особые потому, что живем в особых климатических условиях. И во все добрые времена к дальневосточникам было несколько иное отношение. Нужна другая социально-экономическая политика. И я думаю, что Михаил Владимирович Дегтярев, он будет последователем тех мер, которые принимали с Сергеем Ивановичем Фургалом. Его попытками поднять Хабаровский край, развитие обеспечит динамичное краю. Это будет подхвачено и также будет реализовываться, повторюсь, с участием федеральной власти. Потому что мы сами вряд ли сумеем своими экономическими особенностями справиться с этой проблематикой.